Своё небольшое слово в начале собрания я назвал сегодня «По разные стороны пропасти». И вместе с вами хочу почитать рассказанную Иисусом притчу о богаче и нищем Лазаре и порассуждать над тем, что Бог хочет нам сказать. Итак, Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Луки 16, 19. «Некоторый человек был богат, одевался в Порфиру и Виссон». Может быть, современному слушателю Порфира и Виссон ничего не говорит, но можем понимать это как самую дорогую и изысканную одежду, самая лучшая бренда того времени, которая стоит столько денег, сколько абсолютному большинству из нас, а может быть и всех, недоступна. И каждый день пиршествовал блистательно. То есть устраивал великолепные пиры. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. То есть он был весь в язвах. Всё тело у него было больное. И желал напитаться этот Лазарь крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. То есть язвы. «Умер нищий, и отнесён был ангелами на лона Авраамова. То есть нищий после смерти оказался там же, где праведник Авраам. И умер богач, и похоронили его. И в аде, в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Вазапиф сказал, «Отче Аврааме, умилосердись, то есть жалься, надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, то есть чтобы обмакнул в воду кончик пальца, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал, «Чадо, то есть дитя, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх того, то есть более того, «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, в смысле богач, да, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисеи и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Интересная история, интересная притча. И здесь мы видим два персонажа, на противопоставлении которых все и построено. С одной стороны мы видим богатого человека, с другой стороны бедного Лазаря. Между их судьбами полный контраст. Один нереально богат, нереально. Настолько богат, что мог позволить себе каждый день носить роскошную одежду, подходящую для царей, и устраивать грандиозные вечеринки, как бы мы сегодня назвали, наверное, то, что в Библии названо пирами. Другой был нереально беден. Нереально тоже. И Иисус говорил, что он был нищим, если, может быть, кому-то понятнее это слово. У богача было все просто замечательно. Он жил в роскоши и почете, он наслаждался жизнью. А у Лазаря все было плохо. И он жил не только в нищете, но и в болезни. Он был настолько болен, что толком не мог передвигаться. И лежал у ворот дома богача. Такие разные жизни и такие разные судьбы у людей, находящихся по разные стороны ворот этого дома. И многие евреи, слушая эту притчу, должны были автоматически предположить, что богача Бог благословил, а бедняка проклял, поскольку в их картине мира человек, угодный Богу, должен был процветать. А неустройство в жизни, тем более такого плана, как нищета и болезни, точно свидетельствовали о том, что человек так сильно страдающий, большой грешник. И в современном нам обществе мы, конечно, вряд ли будем думать о прямой зависимости между праведностью и благосостоянием, потому что мы видим, что преуспевать финансово могут как верующие, так и неверующие, как праведники, так и неправедные люди. Равно как и жить на очень скромный доход могут люди и верующие, и неверующие. То есть наша вера или наша праведность не связана напрямую с нашим благосостоянием и финансовым процветанием. Но, тем не менее, деньги и хорошая жизнь высоко ценились во все времена, включая наша с вами. Я думаю, никто из нас не отказался бы иметь карту безлимитку. Но Иисус в этой притче предлагает нам заглянуть дальше. Дальше, чем наша земная жизнь. И продолжает отслеживать судьбу богача и нищего Лазаря после их смерти. А вот по ту сторону жизни все меняется с точностью, да наоборот. Лазарю стало хорошо. Он больше не болен, он больше не страдает, он больше не ограничен ничем. Он оказался в покое и почете. Он оказался вместе с патриархом Авраамом, настолько уважаемым всеми израильтянами и настолько ценимым Богом, что Бог говорил о том, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова. В таком месте оказался у нас Лазарь после смерти. Он оказался в райской части потусторонней реальности. А богач после смерти оказался в месте мучений. Получается, что он как бы отзеркалил судьбу Лазаря при жизни. Если во время земной жизни Лазарь страдал от боли и мучений, так и не дождавшись облегчения своих страданий, то после смерти богач страдает в муках преисподней без шансов на облегчение. И здесь уже, или вернее там уже, их разделяют не просто ворота, которые можно было пересечь, в отношении которых можно было перемещаться в обе стороны, а пропасть, которую нельзя перейти. И в уста Авраама Иисус вкладывает важную истину, которую нужно понимать и каждому из нас. Когда мы умираем, мы оказываемся либо в хорошем месте с Богом, либо в месте мучений без Бога, и изменить свою локацию уже невозможно. Понимая это и глядя на зеркальный контраст между земной и потусторонней жизнью богача и Лазаря, невольно возникает вопрос, что же делать, чтобы не повторить судьбу богача? И важно понимать при этом, что причиной, по которой богач оказался в преисподней, является не само по себе его богатства. Мы видим в Писании и в жизни, что многие состоятельные люди являются праведники. Они умеют распоряжаться своим богатством, они действительно по вере обратились к Богу, они не настолько самодостаточны, чтобы думать о том, что им не нужен Бог. Проблема здесь в том, наверное, была у богача, что он был сосредоточен исключительно на своем богатстве. Его жизнь была настолько насыщенной, настолько самодостаточной, что ему некогда и незачем вообще было думать о Боге. Он был сосредоточен максимально на себе и на своих удовольствиях. И мы видим, что это сыграло с ним злую шутку. Ведь тот же Лазарь находился у границ его дома. И он мог бы оказать ему милость. Лазарь мог бы питаться не крохами с его стола. Возможно, он бы мог позаботиться о какой-нибудь медицинской помощи для Лазаря. Но ему не было никакого дела до того, что кто-то рядом страдает. Он был максимально сосредоточен на себе. И вот когда богач оказался в преисподне и понял, что у него нет шанса ничего изменить в отношении себя, а мы читаем, что он попросил, ну можно Лазарь хоть палец свой в воде смочит и рот мне промочит. Абрам сказал, нет, пропасть между нами, все, нет никакого коннекта, нет никакой возможности перемещаться. И богач, когда понял, что в отношении себя ничего изменить не может, стал просить, чтобы Авраам послал Лазаря хотя бы к его братьям, оставшимся в живых. Пять братьев, чтобы Лазарь просветил их о том, что их ждут вечные мучения, если они будут жить так, как жил сам богач. Но, как объяснил Авраам, единственное, что не даст пяти живым братьям богача попасть после смерти вместо вечных мучений, это их внимание к Божьему Слову и их отклик на него по вере. Бог уже все сказал, Бог уже все объяснил. Это записано на страницах Библии и доступно сегодня каждому. Хотя чудеса и могут повысить авторитет проповедника, тем не менее, они не могут гарантировать массовое обращение к Богу всех заблудших. Мы читаем в Евангелии от Иоанна о том, что брат Марии и Марфы, которого, кстати, звали Лазарь, не знаю, это совпадение или реально такая задуманная специально параллель, воскрес из мертвых. Он был воскрешен Иисусом. Три дня находившись во гробе, да, и уже запах разложения стал оттуда раздаваться. Но он воскрес. И знаете, что произошло? Это не привело к тому, что все, кто об этом знал, покаялись. Написано, что некоторые люди вместо того, чтобы покаяться, хотели убить его, как живое свидетельство чуда. Они хотели уничтожить его. Это не привело к тому, что они смирились перед Богом, что они признали Его Богом, а себя грешниками, что они признали над собой верховную божественную власть. И на сегодняшний день, я думаю, что достаточно серьезно стоит поразмышлять об этой истории каждому из нас по целому ряду параметров. Эта притча предостерегает нас. Я не буду разбирать все ее детали, потому что это просто вступительное слово, и моя задача помочь нам, как я сказал вначале, перейти от обыденности к духовным вещам каким-то. Но притча реально предостерегает нас. О том, что периодом жизни, в физическом теле, среди прочего, она говорит, все не ограничивается. И нам важно думать не только о том, что здесь и сейчас, не только о том, чтобы здесь хорошо устроиться, не только о том, чтобы здесь все вопросы свои порешать и жить в максимальном комфорте. Эта притча говорит о том, что будет и на реальности. Нам стоит думать о том, а что же там за горизонтом, и что будет там со мной, а не только здесь. Как Иисус сказал в одной из своих проповедей, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Можно достичь максимум, можно быть известным, знаменитым, богатым, успешным и так далее, но можно переступить эту черту и оказаться в жалком состоянии. На самом деле эта притча говорит нам о том, что решает не то, что здесь, решает вот то, что будет там. И помня об этом, я думаю, что каждый человек благоразумный будет по-особенному, наверное, относиться к своей жизни, относиться к своим отношениям с Богом, имея в виду вот ту перспективу. Однажды жизнь каждого из нас закончится, и это в этот момент самым актуальным или вообще единственным актуальным будет вопрос о том, в каких отношениях с Богом ты находишься. Примирился ли ты с Ним? Ты встречаешь Бога в радости или Бог тебя встречает в радости и принимает свое присутствие, или ты оказываешься в месте мучений в ожидании великого суда у Белого Престола? Если этот вопрос в твоей жизни не решел, то на самом деле все остальное это напрасная суета. Каких бы высот мы не достигли, какой бы социальный статус у нас ни был, сколько бы имущества мы не нажили, сколько бы на нашем счете банковском ни было, какие бы добрые дела мы даже не творили, успокаивая себя возможно тем, что мы себе зарабатываем некие галочки на небе, все это ничего не даст, когда мы пристанем перед Богом, если мы здесь не смирились перед Ним в покаянии, если здесь не было нашего истинного и искреннего обращения. Поэтому в завершение я хочу призвать нас молиться о том, чтобы фокус нашей жизни был в правильном месте, был на правильных ценностях и был действительно там, где это принесет нам благословение не только здесь, но и там в вечности, когда наша земная жизнь закончится. И понимаю, что у нас здесь преимущественно христианская аудитория и может быть вот такой жесткий евангелизационный смысл не всем актуален. Мы уверены, что мы с Господом, мы уверены, что мы спасены, но знаете, каждый день нашей жизни все равно мы на чем-то фокусируемся или может быть в какой-то глобальной перспективе. Мы направляем очень много сил, энергии, внимания, страсти своей даже, наверное, на какие-то вещи. И, наверное, у нас есть на это право и может быть возможность реализовывать свой потенциал и быть в чем-то успешным. Классно, если мы еще служим этим другим людям, но нам всегда стоит иметь в виду и держать в своем внимании горизонт и не распыляться настолько, и не теряться настолько, и не растворяться настолько во всем том, что здесь, чтобы там было хорошо. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok